Семь лет в России проводятся всероссийские инженерные соревнования «Солнечная регата». Это уникальный проект, который помогает развитию возобновляемых источников энергии и позволяет школьникам работать с новыми безопасными для природы технологиями. Воспитанники клуба «Армир» впервые приняли участие в этих соревнованиях. Это совершенно новая для нас вещь. То есть, такой лодкой никто у нас никогда не управлял. Но все впервые. Ну, в целом положительно, потому что это ощущение от того, что ты управляешь этим самым техническим средством на воде. Когда там в лицо брызги, ветер, и у тебя скорость не самая плохая для воды. Это, да, в общем-то, сильно впечатлило. Регата состояла из трех этапов. Спринт на дистанции 1 километр, слалом на той же дистанции и стаирская гонка на максимальное пройденное расстояние за 3 часа. На первом этапе у саровчан возникли трудности. У лодки заклинило руль. На первой гонке у нас на старте заклинило руль. Но, к сожалению, мы эту гонку не прошли. Значит, вторая гонка на маневренность, в принципе, очень даже неплохо. Без касаний буйков. Но по времени, к сожалению, в первую пятерку не вошли. Ну и, наконец, в гонке на выносливость наша лодка прошла дистанцию полностью. Сложнее всего было собрать лодку. Каждой команде участников прислали большой тяжелый ящик с готовыми элементами конструкции и минимальной инструкцией. Детали под нужный размер ребятам пришлось подгонять самостоятельно. Детали, которые шли в комплекте, не подходили, их приходилось дорабатывать. Также надо было скреплять все детали, чтобы они подходили правильно и при этом не отваливались в процессе. И самое главное, чтобы все было ровненько и хорошо закреплено. По итогам всех этапов саровчане заняли третье место. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.